Привет, друзья! Сегодня воскресенье, это значит самое время обсудить события, произошедшие в мире Apple за последнюю неделю. Итак, сегодня в выпуске. На WWDC 2016 состоится перезагрузка Apple Music. Apple выведет автокоррекцию в iOS на новый уровень. Утечка фотографий подтверждает увеличение емкости аккумулятора в iPhone 7 и многое другое. А начнем по традиции с не самых значимых событий этой недели. Итак, новости одной строкой. Недавно компания Apple получила патент на новую версию своего стилуса, который можно условно назвать Apple Pencil 2. Так уже в ближайшем будущем он может получить сканер Touch ID, аппаратный аналог ластика, а также широкий ассортимент многофункциональных наконечников, имитирующих разные художественные принадлежности. Кроме того, стилус будет оснащен целой серией микропроцессоров для захвата движений руки и даже сенсорным экраном. Предназначение последнего пока остается неизвестным. Еще один новый патент Apple касается автокоррекции в сообщениях iMessage. Новая система предполагает, что автоматически исправленные слова в сообщениях будут отображаться в устройстве получателя с выделением. Это позволит увидеть, что некоторые слова были исправлены и в случае возникновения недопонимания переспросить у собеседника, что он изначально имел в виду. Отдел кадров Apple продолжает охоту на лучших специалистов мира технологий и одной из последних находок хедхантеров стала Йоки Мацуоко, сооснователь проекта Google X, которая приступила к своим должностным обязанностям под началом Джеффа Уильямса, операционного директора компании Apple. По некоторым данным Йоки займется развитием платформ HealthKit, ResearchKit и представленного в минувшем марте фреймворка CareKit. На этой неделе сайт поддержки Apple заметно обновился. Он получил визуальные новшества, а также стал заметно удобнее в использовании. Например, раньше для обращения в службу поддержки нужно было нажимать на специальную кнопку, а потом выбирать продукт, с которым связан ваш вопрос. Теперь же перечень продуктов предложен сразу на этой странице, что избавляет пользователя от лишних действий. Недавно Apple выпустила новые приложения на платформе CareKit. К настоящему моменту для загрузки доступно 4 новых приложения. Glow Nurture, так называемый трекер активности для беременных женщин. Glow Baby, приложение помощник молодой мамы. OneJob, программа для слежения за собственным питанием. И Start, для людей, страдающих депрессией. Видимо, устав от многочисленных вопросов пользователя о том, как скачать песню в Apple Music или получить доступ к альбомам с ненормативной лексикой, с Купертино решили сделать это приложение более удобным для использования. Если верить западным изданиям, на конференции WWDC, этим летом будет анонсирована улучшенная, более интуитивная версия Apple Music. Кроме того, ожидается, что сервисы стриминга и продажи песен станут более интегрированы. Однако, в чем конкретно это будет заключаться, не сообщается. Не исключено, что Apple захочет попросту избавиться от приложения iTunes Store и прямо в Apple Music будет предлагать купить песню для неограниченного использования даже после окончания срока действия подписки. Любопытно, что даже после появления Apple Music ежегодная выручка с продаж альбомов и песен в iTunes Store осталась весьма солидной – 3,5 миллиарда долларов. Это почти втрое больше тех денег, которые компания зарабатывает на стриминге. Поэтому вполне логично, что Apple хочет более активно эксплуатировать потоковый сервис, но желательно так, чтобы он не оказывал негативного влияния на продажи музыки через онлайн-магазин. iPhone 7 и 7 Plus могут обзавестись более емкими аккумуляторами, о чем свидетельствует фотография, опубликованная на этой неделе в социальной сети Weibo. Если верить представленному изображению, флагманская линейка 2016 модального года получит батареи емкостью 1735 и 2810 мАч для младшей и старшей версии соответственно. По предварительным данным, смартфоны седьмого поколения не претерпят сколь-нибудь существенных изменений во внешности, а значит, что увеличение объема аккумулятора не пройдет бесследно для внутренней компоновки устройств. Стоит отметить, однако, что отнюдь не всегда возросшее количество миллиампер означает непременное увеличение времени автономной работы. Последний показатель может быть запросто нивелирован существенным приростом производительности и дальнейшим уплотнением пикселей на экране. Впрочем, учитывая явную энергоэффективность каждого нового поколения процессоров А-серии, рассчитывать на дополнительные час-полтора без розетки все-таки можно. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх и оставляйте свои умные комментарии к этому видео. Ждите следующего выпуска. Всем пока. Надо было остановиться на впрочем. Встретимся через неделю, но не встретимся, потому что ведущий не я, а Маша. Встретимся с ней. Всем пока. Бэм. Я не знаю, что здесь сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!